Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами в студии Лариса Мартынова и Евгений Романов. Кир Булычев. Можно попросить Нину? Это я, Нина. Да? А почему у тебя такой странный голос? Странный голос? Не твой, тонкий. Ты огорчена чем-нибудь? Не знаю. Может быть, мне не стоило звонить? А кто говорит? С каких пор ты перестала меня узнавать? Кого узнавать? Голос был моложе Нины лет на двадцать. А на самом деле Нин голос лишь лет на пять моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его возраст пределить трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев. Или долго остаются молодыми. Ну, ладно. Послушай, я звоню тебе почти по делу. Наверное, вы все-таки ошиблись номером. Я вас не знаю. Да это я, Вадим. Вадик. Вадим Николаевич. Что с тобой? Ну вот. Я не знаю никакого Вадима Николаевича. И Вадика тоже. Простите. Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине и набрали не тот номер. А почему они не хотели? Я отыскал в столе пачку кубинских сигарет. Крепких, как сигары. Их, наверное, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Никакого. Просто хотел узнать, дома она или нет. А если ее нет дома, то это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы. Или в театре. Потому что она тысячу лет не была в театре. Я сама позвонил. Нина? Нет, Вадим Николаевич. Вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете? 14-94-089. Ну вот. А у меня арбат 1-32-5-3. Ну, конечно. Арбат это 4? Арбат это Г. Да ничего общего. Ой, извините, Нина. Пожалуйста. Я все равно не занята. Ну, постараюсь к вам больше не попадать. Где-то заклинилось, и вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает. Да. Я повесил трубку. Надо подождать или набрать сотню времени. Что-то замкнется, и в перепутавшихся линиях на станции все не так. И я дозвонюсь. 22 часа ровно, сказала женщина по телефону. 100. Я вдруг подумал, что если голос записали давно, 10 лет назад, то она набирает номер 100, когда ей скучно. Когда она одна дома. И слушает свой голос. Свой молодой голос. А может быть, она умерла? И тогда ее сын или человек, который любил набирать сотню, и слушает ее голос. Я снова позвонил. Я вас слушаю. Это опять вы, Вадим Николаевич? Да. Видно, наши телефоны соединились помертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен. Ну, конечно, конечно. Я ни на минуту и не подумала. А вы очень спешите, Вадим Николаевич? Нет. А у вас важное дело к Нине? Нет. Я просто хотел узнать, дома ли она. Соскучились? Ну, как вам сказать. Ага, понимаю. Ревнуете. Вы смешной человек. Сколько вам лет, Нина? Тринадцать. А вам? Ну, больше сорока. Между нами толстенная стена из кирпичей. И каждый кирпич это месяц, правда? Даже один день может быть кирпичом. Да. Тогда это очень толстая стена. А о чем вы сейчас думаете? Ну, трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами. А если бы вам было тринадцать лет, ну, или даже пятнадцать, мы могли бы с вами познакомиться. Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в семь часов вечера. И мы бы друг друга не нашли и не узнали. А вы где встречаетесь с Ниной? Когда? И у Пушкина? Не совсем. Мы как-то встречались у России. Где? У кинотеатра «Россия». Не знаю. Ну, на Пушкинской. Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь. Ну, неважно. Почему? Это давно было. Когда? Вы одна дома? Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь там останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск. Ага. Ладно. Ложись спать, девочка. Завтра в школу. Вы со мной разговариваете, как с ребенком. Нет, что ты. Говорю с тобой, как со взрослой. Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать с 7 часов вечера. До свидания. И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадете и разбудите меня, маленькую девочку. Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить мне уже часов в 11. Целый час занимался я пультиками и решил, что если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу. Я так и знала, что вы еще раз позвоните. Ой, только не вешайте, пожалуйста, трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего. Спать еще рано. Ладно, давайте разговаривать. А почему вы так поздно не спите? Сейчас только 8. Да у вас часы отстают. Уже 12 час. Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас. Сейчас октябрь, и потому стемнело, и вам кажется, что уже ночь. Ну, теперь ваша очередь, шутите. Да нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет. Почему врет? А вы сейчас скажете, что у вас не октябрь, а февраль? Нет, декабрь. Почему-то я сам не поверил себе, посмотрел на газету, лежавшую рядом на диване. 23 декабря было написано под заголовком. Мы помолчали немного, и я надеялся, что сейчас она скажет до свидания, но... А вы ужинали? Не помню. А, значит, не голодный. Нет, не голодный. А я голодная. А что, дома есть нечего? Нечего. Хоть шаром покати. Смешно, да? Ну, даже не знаю, как вам помочь. И денег нет. Ну, есть, ну, немножко совсем. Да и закрыто все. Да и потом, что купишь? Да. Все закрыто. Хотите, я пошурую в холодильнике, посмотрю, что там есть? У вас здесь холодильник? Старый. Север. Знаете такой? Нет. А если найдете? Что потом? Потом? Ну, захвачу... Схвачу такси и подвезу вам. А вы спуститесь в подъезду и возьмете. А вы далеко живете? Я на Сивцевом в Рашке. Дом 15-25. А я на Мосфильмовской, у Ленинских гор, за университетом. Опять не знаю. Ну, только это не важно. Вы хорошо придумали, очень хорошо, и спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, вы не подумайте. Ну, если бы я помнил. Ну, сейчас принесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим. Итак, открываем холодильник. А вы можете телефон носить с собой? Никогда не слышала о таком. Ну, конечно, могу. А ваш телефон где стоит? В коридоре. Он висит на стенке. А, ну, так что там у вас в холодильнике? Значит так, что тут в пакете? Это яйца. Интересно. Яйца? Ага, куриные. Вот, хотите, принесу курицу? Не, не-не-не. Она французское мороженое. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с работы. Лучше мы с вами возьмем колбасы. Или нет. Нашел марокканские сардины. 50 копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите? Да. Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом стало грустно. Это еще почему? В самом деле так проголодались? Ну, нет, ну, вы же знаете. Что я знаю? Знаете? Ну и пусть. Ну и пусть. Скажите, а у вас красная икра есть? Нет. Зато есть филе палтуса. Не надо, хватит. Давайте отвлечемся. Я тоже все поняла. Что поняла? Что вы тоже голодный. Голодный. Что у вас видно из окна? Из окна? Ну, дома, копировальная фабрика. О, как раз сейчас полдвенадцатого смена кончается. И много девушек выходит из проходной. И еще виден Мосфильм. И пожарная команда. И железная дорога. Вот по ней идет электричка. Сейчас. И вы все это видите? Видите. Ну, электричка, правда, далеко идет. Только видна цепочка огоньков. Окон. Угу. Вот вы и врете. Ну, нельзя так со старшими разговаривать. Я не могу врать. Я могу ошибаться. Так вот, вы ошиблись в том, ошиблись вы, что видите электричку. Ее нельзя видеть. Что же она? Невидимая, что ли? Ну, нет, она видимая. Только окна светиться в ней не могут. Да вы и вообще из окна не выглядывали. Почему? Почему? Я стою перед самым окном. А у вас на кухне свет горит? Да, конечно. А так как же я в темноте в холодильник был лазил? У меня в нем перегорела лампочка. Вот видите, я вас уже в третий раз поймала. Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала? Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет. Верно? Нет, не верно. Зачем мне затемнение? Война, что ли? Ой-ой-ой-ой. Как же можно так завираться? А что же, мир, что ли? Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток. Я не об этом. Я не об этом. Постойте. А вы инвалид? Да, к счастью, у меня все на месте. У вас бронь. Какая бронь? Ну, почему вы тогда не на фронте? Вот тут я в первый раз только заподозрил неладное. Девочка меня вроде бы разыгрывала. Но делала так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугало. На каком я должен быть в фронте, Нина? На самом обыкновенном, где все, где папа, на фронте с немцами. Я серьезно говорю, я уже не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, вы и не врете про курицу и яйца? Не вру. И никакого фронта нет. Может, мне и в самом деле подъехать к вам? Так и я в самом деле не шучу. И вы перестаньте. У нас сначала было интересно и весело, а теперь стало как-то, знаете, как-то не так. Вы меня простите. Вы как будто не притворяетесь, а говорите правду. Да честное слово, девочка. Я говорю правду. Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет. Дров мало. И темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет. А мне одной сидеть, ой, как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала. Вы почему не на фронте? На каком я могу быть в фронте? Какой может быть фронт в 1972 году? Вы меня разыгрываете? Голос опять сменил тон. Был недоверчив. Был он маленьким. Три вершка от пола. И невероятная забытая картинка возникла перед глазами. То, что было со мной. О, но много-много. Тридцать или больше лет назад, когда мне тоже было двенадцать лет, и в комнате стояла буржуйка, и я сижу на диване, подбирая ноги. И горит свечка, или это была керосиновая лампа. И курица кажется нереальной, и кажется птицей, которую едят только в романах. Хотя тогда я не думал о курице. Вы почему замолчали? Вы лучше говорите. Нина, какой сейчас год? Сорок второй. И я уже складывал в голове ломтики несообразности в ее словах. Она не знает кинотеатра России. И телефон у нее только шести номеров из затемнения. Ты не ошибаешься? Нет. Она верила в то, что она говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не тринадцать лет? Может, она сорокалетняя женщина? Заболела еще тогда девочкой. Ей кажется, что она осталась там, где война? Послушайте. Не вешайте трубку. Сегодня 23 декабря 1972 года. Война закончилась 27 лет назад. Вы это знаете? Нет. Вы знаете это. Сейчас 12 час. Ну, как вам объяснить? Ладно. Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских куриц не бывает. Почему? Потому что во Франции немцы. Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Есть только туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас. Как так? Кто их пускает? А почему их не пускать? Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят. Вы, наверное, просто предатель. Вы шпион. Нет. Я работаю в СЭВе. В Совете экономической взаимопомощи занимаюсь венграми. Вот опять врете. В Венгрии тоже фашисты? Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия – социалистическая республика. Ой, а я уж боялась, что вы и в самом деле вредитель. А вы все-таки все выдумываете. Нет, нет, не возражайте. Вы лучше рассказывайте мне, как будет потом. Придумайте что-нибудь, что хотите. Только чтобы все было хорошо. И, пожалуйста, извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла вас. Я не стала больше с ней спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом самом 42-м году, как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. И еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь. Мы победим фашистов 9 мая 1945 года. Не может быть. Очень долго ждать. Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая медаль за взятие Берлина. А Гитлер покончит с собой. Он примет яд и даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии и обольют бензином и сожгут. Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. Я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала, сразу возвращался. Возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь. И чуть было не потерял вновь ее доверие, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее в веру, поведав о Юрии Гагарине и о Новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клеш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели прямо передо мной на диване и слушали. Только они были голодные, как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины. Хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну ее карточку. Рабочую карточку. Потому что Вадик посеял карточку где-то во дворе. И только через 15 лет он вдруг вспомнит, как это было. И будет снова расстраиваться. Потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой. Ты знаешь Петровку? Знаю. А ее не переименуют? Нет. Так вот. Я рассказал, как войти во двор, по дарку, и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь 42-го года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял. Какой ужас! Ой, я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это. Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла. И уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Мы были вне времени, ближе к ее 42-му году. Я не могу найти карточку. Прошло много лет. Но если ты можешь, зайди туда. Подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты. И на этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос сказал. Это 1481-1815? Вас вызывает тот же Никидзе. Вы ошиблись номером. Извините. И были короткие гудки. И сразу же я набрал снова Нине номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девочкой. Ведь получалась, в общем, чепуха. Да. Это вы? А, это ты, Вадим? Что тебе не спится? Ой, извини, мне другая не нужна. Что? Я повесил трубку и снова набрал номер. Ты с ума сошел? Ты пил? Извини. Я снова бросил трубку. Теперь звонить бесполезно. Звонок из Роджоникидзе вернул все на свои места. А какой у нее настоящий телефон? Арбат-3, нет. Арбат-1-32-30, нет. Сорок. Взросланина позвонила мне сама. Я весь вечер сидела дома. Думаю, ты позвонишь и объяснишь, почему ты вчера так себя вел. Ну, видно, ты совсем сошел с ума. Наверное. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной. Какая вообще еще другая Нина? Это что, образ? Ты хочешь заявить, что желал бы видеть меня иной? Спокойной ночи, Ниночка. Завтра все объясню. Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день, утром, я поехал к маме и сказал, что заберу Антресоли. Я три года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался часа полтора в старых журналах, учебниках, разразленных там о приложении к Неве. Книги были не пыльными, но пахли старой теплой пылью. Наконец, я отыскал телефонную книгу за 1950-й год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалась странным, как я и мог забыть. Если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перечестно отслужившим костюмам, которые сдают старьевщику на вечную смерть. Четыре первые цифры известны. Г-1-32. И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, и если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцев-Вражек в доме 15-25. Никаких шансов найти этот телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла. Улыбнулась, только проходя мимо, и сказала. Ты всегда так. Начнешь разбирать книги, зачитаешься, и через 10 минут нет тебя, и уборки конец. Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон. 20 лет назад он стоял в той же квартире, что и в 42-м году. И записан был на Фролову Ко-Гэ. Согласен, я занимался чепухой, искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что процентов 10 вполне нормальных людей, окажутся не на месте, делали бы то же самое. Я поехал на Сивцев-Вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых, и с ее помощью я узнал, что требовалось, через адресный стол. Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла поземка. В старом двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инием прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с 20-летним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И потому, как гулко разносился звонок, мне показалось, что люди здесь не живут. Уехали. Я хотел было уйти, но потом, раз уж собрался, так далеко, позвонил дверь рядом. «Скажите, Фролова Нина Сергеевна, ваша соседка?» Парень в майке с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно. «Да они уехали!» «Куда?» «Это месяц, как уехали на север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее!» Я извинился, начал спускаться по лестнице и думал, что в Москве вполне вероятно живет не одна Нина Сергеевна Фролова в год 1930-го года рождения. И тут дверь сзади снова растворилась. «Погодите!» Сказал тот же парень. «Мать что сказать хочет?» Мать его появилась на породе, в дверях запахивая колат. «А вы ей кем будете?» «Да так просто. Знакомый». «Не Вадим Николаевич?» «Вадим Николаевич». «Ну вот! Чуть бы она вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала. Не прощу». И записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц же уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. А я даже сказала, что постарается вернуться. Ну, далеко как-то. Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала. «Кто он тебе?» И Нина тоже сказала ей. «Просто знакомый». Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата. Дорогой Владимир Николаевич, я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые уже и самой себе кажутся мечтами. Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать. С вами были Лариса Мартынова и Евгений Романов. Вел программу Владимир Коршунов. Спасибо за внимание.